В продолжение темы с раскладкой социона 4х4 фигуры придворных карт из минорных арканов Таро Собственно говоря, с обычной марсельской колодой, да и с любой другой традиционной стандартной колодой Таро Не получится использовать все минорные арканы для того, чтобы получить матрицу 8х8 Потому что количество карт получается не кратное этой матрицы, не 64 И единственная колода, которая этому соответствует, это вот эта самая Висконти Мадроны Которую я некоторое время приобрел и записал обзорчик на тему этой колоды В чем здесь суть? В том, что вот эти самые придворные карты находятся в колоде Висконти Мадроны в количестве 24 штук На каждую масть приходится 6 карт Это 3 ранга, мужские и женские фигуры То есть 3 ранга умножены на 2, точнее, получается 6 И, собственно говоря, видимо, я так полагаю, поскольку колода древняя Одна из самых первых А все остальные колоды, как бы уже, это более поздние такие версии И поэтому, видимо, структура была приведена к какому-то другому соответствию То есть, собственно говоря, вот 16 карт, которые здесь по центру находятся Они здесь в самом-самом центре Вот вся эта выкладка 64 карт А 56 карт, получается, которые мы раскладываем Но их, как бы, в эту матрицу не поместить Видимо, тут какие-то другие нужны изыскания проводить Структура будет выглядеть по-другому А я все ищу какую-то структуру Возможно, это покажется смешным Но, тем не менее, что-то вырисовывается само по себе Поскольку, во-первых, некоторые очень интересные мысли возникли на этот счет Во-первых, суть в том, что, казалось бы, 24 карты Колода структурирована совершенно по-другому Во-первых, относительно старших арканов сказать что-либо невозможно Ну, хотя бы потому, что неизвестно их точное количество Сколько их было То есть, дьявола и башни нет ни в одной колоде Тем не менее, появляются еще три добродетели Вот в этой конкретной колоде появляются три добродетели Какие еще были и каких не было, мы не знаем То есть, старшие арканы мажорные, они имеют плавающее количество Относительно же минорных арканов То есть, четырех мастей Мы знаем доподлинное их состояние То есть, вот то, что их такое количество здесь фигур Это выводится просто несложным таким дедуктивным методом Сколько их здесь должно быть И, видимо, столько их тут и должно быть И плюс к этим 24 придворным картам добавляем 40 карт Собственно, номерных Все четыре масти от туза до десятки Еще плюс 40 Ну и всего получается вот те самые 64 карты Собственно говоря, в чем суть вот такой выкладки Я сделал 8 на 8 А это шахматная доска И как я уже заметил, что у меня конкретно в этом отряде на гвале Который я выложил Получается именно шахматная композиция То есть, она по мастям идет в шахматном порядке Она идет и в шахматном порядке по рангам И поэтому я решил этот порядок не нарушать И выложил королей, королев, валетов и кавалеров Выложил так же, как они у меня были в марсельской раскладке А вот, собственно говоря, кавалерессу и фантезу Я вынес наружу То есть, они у меня выпали за пределы социона И тут очень интересная вещь Сейчас я решил не нарушать раскладку Но была такая мысль А что если в таком случае социон можно перемешивать? То есть, какие карты окажутся снаружи За пределами этого социона? Какие же выпадающие? Это очень интересный вопрос То есть, возник сразу вопрос А какие же придворные карты выпадают наружу? Я их разместил наружу по диагонали То есть, у меня вот получилось так, что Фантеза мечей и кавалересса жезлов Выпали внизу по диагонали Здесь по диагонали внизу Фантеза чаш кубков и кавалересса монет Значит, в верхнем левом углу Получается фантеза монет Кавалересса чаши Точно так же по диагонали Ну и кавалересса мечей и фантеза жезлов По диагонали сверху вот так получилось И по диагонали я еще разместил тузы и десятки Точно так же Жезлы и мечи Соответственно, по диагонали им Опять же, также жезлы и мечи То есть, я не нарушил Ту структуру, которая оказалась Внутри вот этого самого социона Отряда на гуале Я ее тут сохранил То есть, по мастям они располагаются точно так же Это некая такая зацикленная тайловая структура получилась Вот, собственно говоря Вот эту композицию можно просто продолжать То есть, выложить еще таких три штуки Чтобы оказалось их четыре И они будут просто, как плитка Узором Повторяться Они просто будут повторяться Именно масти Именно по мастям Ранги и числовые значения Уже вот это отдельная история То есть, если я вот решил, что Это произвольное решение, которое напросилось Что десятки и тузы Я выкладываю В шахматном порядке Вместе с фантазами и кавалересами А вот остальные Внутри мастей Числовые значения Остаются под вопросом То есть, в каком порядке их расставлять То есть, какова должна быть структура Согласно четных-нечетных Или возрастанию и убыванию В каком количестве Это вопрос открытый И, в общем-то, это отдельная тема Вот для таких медитаций То есть, как всю эту структуру представить Вообще, шахматную доску в голове представить довольно легко Потому что она имеет Ну, довольно такой математический вид И здесь вот именно шахматная доска Единственное, что она такая растянутая Потому что сами карты растянуты Однако, это шахматная доска 8 на 8 Имеющая довольно странный вид Что здесь делают цифры? Сразу поясню Значит, эти цифры Это магический квадрат 8 на 8 Который еще упоминается в Ассофади То есть, это древние такие тексты Ирано-персидские Например, Шахнаме Вот так говорят Я говорю то, что нашел Что упоминают Что, мол, их использовали Конкретно вот эта история с Шахнаме Упоминает некого Базаргмира Мудреца иранского Который по повелению иранского царя Должен был восстановить правила игры в шахматы То есть, парню Базаргмиру Принесли шахматную доску и фигуры Он, как говорится в фильме Кинзадза Эти куклы первый раз видит И ему дали задание А ну-ка воспроизведи правила игры Как нужно расставлять шахматные фигуры И как в них играть Он такой Ну, задачка любопытная Он берет шахматную доску И начинает как бы кумекать Мозгами раскидывать Что с ней делать? Значит, он пересчитал количество клеток Сразу смекнул, что Ага, 8 на 8 клеток Понятно Пересчитал количество шахматных фигур Которых оказалось 32 Несложным образом вычислил Что количество пустых клеток Равно количеству заполненных То есть, 32 пустых и 32 заполненных фигурами Конечно же, то, что они были черные и белые Одинаковые Это тоже облегчило ему задачу Некоторое количество пешек и фигурных И фигур Пешкие фигуры он тоже посчитал В общем, у него и так все совпало И он такой Ну, вот, в общем-то, замечательно Да Теперь я понимаю Примерно, как их расставить То есть, варианты расстановки там Шахматных фигур не просто в две линии Их можно расставить еще несколькими способами И он, видимо, тоже упомянул Что можно и вот так их еще расставить И при этом игра тоже будет вполне себе осмысленная Потом, значит, он, собственно говоря, применил магический квадрат То есть, это, видимо, возможно, первое, что он сделал Именно применил магический квадрат И структура магического квадрата Вот она в некоторых местах описывается по-другому Я лично разложил этот 8 на 8 магический квадрат Традиционным способом То есть, традиционный способ Это разделить всю структуру На 4 поля То есть, 4 на 4 клетки 4 на 4 клетки делим Вот, одна 4 клетки, вторая, третья, четвертая Дальше делим их по диагонали Крестом И получается, что вот у нас Вот так по диагонали выходит Вот так И точно так же те вторые два квадрата Три точнее Делим точно так же пополам И начинаем расставлять цифры Причем их можно в произвольном порядке расставлять Вот как снизу вверх, задом наперед Это совершенно значения не имеет Важна просто очередность А откуда начинаем То есть, этот магический квадрат Может иметь вид зеркальный Зеркально перевернутый, симметричный Любой Но он при этом все равно остается именно таким Значит, суть в том, что Вот я кладу цифры по диагонали По порядку То есть, один Потом Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Эти я пропускаю Вот 63 62 Пропускаю Кладу по порядку Один Здесь у меня Два Три Я пропускаю Потом Четыре Пять Шесть Семь Пропускаю Кладу Восемь Дальше Пропускаю Кладу Десять Одиннадцать Пропускаю Пропускаю Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Пропускаю Семнадцать Восемнадцать Кладу Девятнадцать Кладу Двадцать Пропускаю Двадцать Один Пропускаю Двадцать 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 Четыре Пропускаю Двадцать 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 кладу то есть это уже пошел следующий вот вот у меня зак и заканчиваются уже два квадрата верхних и короче я продолжаю продолжаю вот так выкладываем по этим диагоналям цифры вообще видимо этот древний способ укладки этого магического квадрата magic squares of 1 и заканчивается у меня собственно говоря тут на 64 об все то есть я с единицы начал по диагонали у меня закончилась потому что диагональ закончил и теперь я начинаю в обратном порядке раскладывать то есть у меня начинается в обратную в противоположную сторону 23 пропускаю 45 кладу 67 пропускаю 88, кладу 9, Lambent, у Élhousados 10, Пропуская 11, Пропускаю 12 кладу 13, Кладу 14, Пропускаю 15, Пропускаю 16 Кладу 17, Кладу 18, пропускаю, 19 пропускаю, 20 кладу, 21 кладу, 22 пропускаю, 23 пропускаю, 24 кладу. И так продолжаю незаполненные все укладывать оставшиеся цифры до самого, до 63. А 64 у меня там по диагонали осталось. То есть у меня 1 64 по диагонали, 8 57 по диагонали. Значит, вот такое вот свойство выкладки. То есть выложить эти цифры гораздо проще, чем кажется, потому что есть четкая закономерность. В некоторых случаях, как я понял, в некоторых меняются местами по диагонали. Цифры, самые крайние по диагонали. Но это не существенно. То есть вот в таком виде это уже имеет тот самый вид, который, видимо, использовал Базаргмир. То есть он вот таким же образом пронумеровал все 64 клетки на шахматной доске. И в чем суть этой нумерации? В том, что мы по диагонали от угла до угла получаем в сумме 260. По диагонали точно так же от правого верхнего угла до левого нижнего мы тоже получаем 260. 260 мы получаем в сумме все цифры сверху донизу по рядам. То есть все ряды вертикальные дают 260. Все ряды горизонтальные дают 260. я наберусь обобщать, что это как раз... Ну, у меня такая мысль была, что вот бифуркационный интервал бифуркационный он что-то там равен 2,669 по-моему. Где-то так вот если округлить. Но это какая-то фантазия я не возьмусь приводить именно вот эту цифру к какой-то бифуркационной метрики. А, значит, что еще интересно? То, что в сумме 4 квадрата диагональных, то есть 4 квадрата в верхнем правом углу и 4 в нижнем левом дадут в сумме тоже 260. Но так должно получиться. Поэтому, если так не получается у меня, то, видимо, нужно цифры там по диагонали поменять. что-то я не так сделал. Но вот так должно быть. То есть в свойствах этого магического квадрата вот эти 4 карты по диагонали и вот эти 4 должны дать 260. Точно так же вот этот квадрат и вот тот по диагонали 260. Вот эти 2 квадрата и вот эти 2. 260. И, конечно же, внутри вот этого моего любимого отряда нагвали по диагонали 260. 260. То есть группа у нас вот таким вот образом выстраивается по 4. У меня получилось, что внутри каждого из этих квадратов находятся в 2 масти. То есть либо 2 мягкие, либо 2 жесткие. Они у меня вот так вот делятся. То есть эти квадраты либо черные, либо белые. Точнее, либо черные, либо красные. То есть если бы мы игральные карты использовали, игральные карты тоже не содержат такое количество карт, чтобы выложить 64. То есть это единственный колодец, который это возможно сделать. Значит, в чем собственно открытые вопросы остаются? В том, что во-первых этот квадрат, как я уже сказал, может выкладываться в том или ином порядке в противоположном. То есть мы можем начать вот отсюда выкладку и дойдем вот до туда. У нас будет здесь 1, здесь 64. Он будет как бы зеркально-симметричный и перевернутый. а можем начать выкладывать вот отсюда. И как бы вот то есть вот если доска была у нас была вот там вверх, здесь вниз. То есть определить направление, симметричность этой доски, ее повернутость, зеркально-отображенность точнее, это как бы вопрос открытый вот в нумерации. Поэтому конкретно вот эти значения цифровые присвоить картам будет затруднительно. А собственно говоря, еще суть-то в том, что может быть какое-то количество вариантов расстановки самих карт внутри этого, внутри вот этой матрицы всей 8 на 8. Поэтому как должны находиться здесь карты, сказать трудно. И как должны располагаться цифры, тоже трудно. Поэтому чтобы цифра попала ровно в карту, наверное, не получится. И поэтому вот этот эксперимент с такой выкладкой, что я не поленился, вот и сделал таки. Потому что у меня как-то в голове вот это вот сидело, ну и интересно. Вот я выложил, чтобы зафиксировать это на видео. Тем не менее, не могу сказать, ну, насколько это перспективно, вот именно этот путь изучения минорных арканов. Почему они меня больше всего занимают? Они больше всего структурированы. То есть, несмотря на то, что считается, что душа Таро содержится в старших арканах, мне почему-то меня занимают больше всего младшие. Я вижу в них какую-то упорядоченную структуру, в которой еще не до конца поняты. Вот это вот что же там, сколько должно быть. И в самих придворных картах в них заключается наибольшая мутабельность, наибольшая изменчивость. Второй момент. Когда вот я, собственно, выкладывал эти карты, я вспомнил, что на некоторых из них, типа, сказано, были дырочки, чтобы повесить их на гвоздик. То есть, изначально эти карты, вот сами оригиналы, эти старинные, какого-то там, 14 века, имели дырочку, что их на гвоздики вешали. И вот я думаю, так, если ты продырявил эти карты, то, ну, для игры или как-то, чтобы их связывать в веревочке, для чего же это может быть? Ну, считается, ну, для красоты их вешали на стенку, да, любоваться. Очень может быть, что для красоты вешали как картинки. Возможно, их таким образом связывали в некую охапку, чтобы они не терялись. То есть, как не потерять карты? Да, намотая их, как ключи, на колечко, на веревочку, и они не потеряются. Когда нужно, развязываешь. Но я вдруг подумал, что, наверное, вот такую схему на полух иметь, ну, неудобно. То есть, по полу мы ходим. А вот на стенке взял и прибил гвоздики на расстоянии карты. То есть, измерил вот саму карту, просто взял и по диагонали начал гвоздики вколачивать. Вот по углам карты. Просто карту на стену приложил, гвоздик, бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Вот такое количество гвоздей, сколько карт. Потом продолбил дырочки в них и, собственно говоря, вешаешь на гвоздики. Я не знаю, я бы не пожалел эту колоду, чтобы дыроколом продырявить в ней дырочки, да вколотить в стену гвоздики и, собственно говоря, периодически вот эту картину все развешивать, да ее созерцать. Потому что, а что их созерцать просто так? Весить карты и я созерцаю. Вот она какая красивая. Нет, красота-то как раз вот в этом. То есть, красота в том, что я вижу некую мандалу, матрицу, некоторую янтру, то есть, некий механизм, в котором очень много смысловых нагрузок сокрыто и вот это как раз тема для созерцания. Навесить вот эти, потому что я могу подойти к стене и перевесить какие-то карты. Это довольно легко. И смотреть, и дальше наблюдать. Это может занимать какое-то длительное время. Как их перевешивать? Туда, сюда, туда, сюда. Другие вот эти таблички цифровые, да, их тоже можно сделать с дырочками на этот же гвоздик приделать, привешивать. И вот тут-то эти дырочки под гвоздики у меня несколько в новом ракурсе высветились. Я думаю, ааа, смотри-ка, может они не зря эти дырочки делали в картах, может они не просто так любовались на них, а при том, что они имели вот эту самую колоду, которую я сейчас увижу. Вот я ее сейчас увижу, и они, видимо, имели точно такую же. Эти самые 64 карты. В этом можно быть в какой-то степени уверенным. Если насчет 22 старших арканов я вообще не уверен, то здесь можно иметь какую-то уверенность, что их было 64. Так, очень замечательно. А какие еще закономерности? Я в прошлом видео говорил, что должны быть еще какие-то закономерности. Я их, разумеется, нашел. Я пытаюсь вспомнить все, что я здесь увидел. Во-первых, это 28 лунных дней, то есть весь периметр содержит 28 карт по числу лунного месяца. А наш любимый вот этот социон из 16 картов содержит 12 карт по периметру, то есть количество месяцев, ну, как бы зодиакальных, зодиакальных месяцев у нас 12. А вот таким вот манером. Потом есть еще одна интересная заковыка. Улетела циферка 64 количество их как таковых. Может, неспроста улетела. Еще одна математическая головоломка связана с тем, чтобы найти сколько квадратов на шахматной доске. Каково их количество? Ну, и разумеется, мы понимаем, что, во-первых, их 64. 64 клетки, то есть 64 карты. А второе, что мы понимаем, мы имеем один большой квадрат. Один квадрат, 8 на 8 этих самых клеток. Это тоже квадрат. Он образует квадрат. И таким образом мы должны вычислить, а сколько у нас 2 на 2? То есть это группа 2 на 2. Это такая микрогруппа. Точнее, как это в математике называется, подмножество. То есть мы имеем множество, мы имеем систему. Система состоит из старших арканов, младших арканов. И вот эта вот система, декомпозированная микроколода из младших арканов, она у нас декомпозируется на подмножество, которое мы можем декомпозировать опять же разными способами. По рангам, по мастям, по числам. И вот здесь у нас образуется подмножество внутри матрицы. То есть, во-первых, 2 на 2. Сколько будет клеток 2 на 2? Их будет 49. Как посчитать? Мы должны посчитать вот эти промежуточные точки между клетками, которые являются центром квадрата. Их будет 49. По всей шахматной доске их будет 49. Мы должны посчитать дальше 3 на 3. То есть, вот 3 на 3. Вот такой вот квадрат. 3 на 3 здесь будет 36. Каким образом? Выясняем. Мы смещаемся отсюда чуть дальше и укладываем, то есть, считаем количество вот этих самых карт. То есть, отходим на одну. На одну сверху, на одну снизу. Количество их по всей будет равно 36. Квадратов 3 на 3 36. Значит, квадратов 4 на 4. Их будет 25. То есть, если мы смещаемся, если мы постоянно смещаемся, мы попадаем в очередное подмножество. То есть, у нас из подмножества выпадают какие-то карты, какие-то добавляются, и мы имеем новое подмножество. Значит, квадратов 4 на 4 будет 25. Каким образом узнаем? Мы точно так же смещаемся на еще одну сторону. То есть, вот эта точка будет центром 4 на 4. Квадрата 4 на 4. Вот она, эта точка. И мы начинаем считать количество этих точек. Все закончилось. Раз, углу нашего дома на гвале, в углу социона. Вот мы считаем 4 на 4. 25. Этих точек будет 25. Значит, дальше 5 на 5 квадрат, их 16. 6 на 6, их 9. 7 на 7, их 4. И 8 на 8, 1. Таким образом, у нас получается 8 вариантов квадрата. То есть, 8 вариантов квадрата. Количество всех квадратов итоговых, то есть, это математическая головоломка, сколько в шахматной доске квадратов. И количество всех квадратов будет кратно 204. 204 квадрата всего. И тут очень интересно, что у нас есть волшебная цифра 260, и у нас есть волшебная цифра 204. Сколько подмножеств? Сколько можно вот в этом одном большом множестве выделить подмножеств? Симметричных подмножеств заметим. Значит, и вот тут очень интересно, то есть, у меня вопрос возник, а каким образом вот здесь 204 получилось, и каким образом вообще получилось 260? Считается, что Базаргмир использовал некую 65-ю клетку, и вот тут начинается мистика, то есть, на шахматной доске 64 клетки, но он использовал 65-ю, которая находится вне доски, то есть, некую метафизическую клетку, которая нужна для вычислений, она ему также была нужна для вычислений, чтобы он разложил цифры немножко по-другому, вот имеет смысл как раз эти гвоздики для цифры, чтобы разложить еще такую систему, что вторая карта и вот эта карта по диагонали они должны в сумме давать 65, вот так вот, вот откуда 65 получилось, вот эта карта и вот эта должна давать в сумме 65, 63, 64, 65, так, 58 и 7, тут укладка несколько другая, значит, и вот каждая из этих клеток по диагонали должна давать в сумме 65, поэтому выкладка вот этих цифр, этого квадрата магического, она имеет немножко другой характер, вот мне было бы проще перевесить на стене эти таблички, чем заново все их вот так вот сейчас раскладывают на полу, на полу очень неудобно, размер большой, эти карты здоровенные, вот оно в полтора метровую вот эту мою бархатную штуку, оно вообще не влезло, значит, это второй момент по поводу метафизической клетки, которая необходима для выяснения вот этого самого подсчета, но эта клетка исчезает, на доске ее не присутствует, этой самой 65 клетки, то есть как бы это может можно считать эту клетку нулевой, но она именно 65-я, она здесь участвует, что-то еще ускользнуло, то есть вот эти как бы вещи, эти соответствия, они находят, тянут одна другую, начинаешь вот рассматривать, выяснять, и что-то они лезут, 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 и какое-то количество выстраивается. Значит, по поводу шахмат, это довольно старая история по поводу соотнесения таро и шахмат, в общем-то их как бы там соотносят с шахматами в некотором виде, что есть какие-то конные персонажи, некоторые на черных лошадях, некоторые на белых, их можно поделить на черные и белые фигуры шахматные, хотя как бы шахматной доски нет, если вы традиционную колоду 78 карт берете, то ее там и не получится никак воспроизвести, то есть это будет как-то притянуто за уши, потому что тут притянуто за уши, но оно хотя бы это можно как-то упорядочивать и что-то из этого извлекать, а в 78 видимо не получится, оно уже приведено к некой другой системе, то есть там работают другие принципы, значит вот дальше что по поводу шахмат, в каком-то из видео я говорил, что можно использовать ход конем, то есть читать как бы буквы Г, три на две, вот так раз, ход конем, прочитал, ну в общем-то можно как бы использовать и ход ладьей, ход слоном, как бы читать ферзьем по кресту, по диагонали и по кресту, а в общем-то ну ход пешка это на одну карту, поэтому получается, что в чтении полотна, а марсельские торогу знаем, выкладывают полотна, то есть по многу карт образуя некие рисунки, и какие-то карты и их сочетания они в общем-то имеют второстепенное значение, а какие-то первичные, то есть это в первую очередь выявление очень четких месседжей и посланий из полотна, это не означает, что нужно читать все подряд, потому что и бытует такое мнение в той же в английской школе, что вот прямо вам нужно прочитать вот именно конкретные карты и все и никак, а в марсельском там метают такие полотна и в общем-то суть-то в том, чтобы выявить оооо, вот тут-то ситуация мне и вырисовывается, а там это уже как бы дополнение, ну можно прочитать но вот здесь интересно к примеру так вот в полотне например 5 на 5 7 на 7 9 на 9 такое полотно такое здоровенное вообще всю колоду займет еще и не хватит еще нужно будет дополнительно но это такие здоровенные уже полотна больше 5 на 5 наверное смысла не имеет но даже там уже можно вот эти вот использовать ход слоном ход плодьей ход ферзем ход конем пожалуйста при том, что мы уже имеем фигуры типа рыцарей мы имеем фигуру типа вот этого валета который может дальше одной клетки и не пойдет рыцарь прыгнет ход конем ну что-то ну там король с королевой видимо будут и так и эдак ходить это уже соответствие какие можно спроецировать с шахмат на таро но как бы прослеживаются какие-то взаимосвязи какие-то закономерности между ними и вот интересно я значит на одном у одного из блогеров тарологов я увидел интересную довольно мысль по поводу того что таро имеет шаг на одну клетку то есть шаг пешка это такая очень короткая протяженность во времени сколько мы видим то есть что мы видим на шаг назад и на шаг вперед и не дальше то есть очень маленькая протяженность а более тяжелые фигуры они обладают большей дальностью то есть это как бы и предвидение какое-то прогнозирование более удаленное и видение всей ситуации на протяженности гораздо глубже чем на один день назад и на один день вперед какая-то большая протяженность причем с вычленением самых важных вещей а эти важные вещи тоже наслаиваются неким образом поэтому топология самой картамансии приобретает несколько иной вид то есть прогресс идет именно в сторону больших протяженностей и каких-то послойных осмыслений ну то есть ситуационные слои накладываются друг на друга и вот именно как прочитать ту иную интерпретацию в какой послойности расклад сам выдает и в общем-то и мы начинаем учиться и поэтому идет некое развитие то есть каким образом торо развивает вот у него это очень интересная мысль была у этого блогера мне очень понравилось она как бы эта тема очень хорошо описывает в чем суть развития использования торо как инструмент чтобы развить некое ситуационное видение и соответственно как бы и в своей жизни уметь разбираться чуть поглубже что что с тобой происходит в какую сторону ты движешься в какую сторону я двигаюсь что я не двигаюсь там в следующий день просто и делаю планы только на следующий день а я как-то прогнозирую и строю планы как мне быть гибче чтобы иметь возможность как-то просочиться там на год или на полгода вперед то есть в гибкости планов потому что можно видеть ситуацию послойно ты можешь скатиться в один слой в другой то есть это какие-то слои интерпретационные ты видишь что будет если вот здесь так произойдет так вниз пошло что будет здесь по диагонали пошел и вот так вот плавать по слоям и все это читать в английской школе как я понял вот все кто пользуется Уэйтом Кроули там еще чем-то они говорят что не-не это на слишком надолго это занимает какие-то длительные время а дырочки зачем в картах что типа вот этот раскладывание возможно читать годами и что он меняется как только ситуация поменялась так вот может дырочки ты как раз и за этим что гвоздиков в стене прибито какое-то количество поэтому развешивают расклад на стену начинаем менять местами что-то перевешивают происходит стратегическое планирование карта Таро становится стратегическим планированием почему эти колоды обладали сфорца почему висконтии сфорца обладали такой колодой может они использовали ее как инструмент для планирования чтобы разобраться в ситуации может быть основная идея версии что они играли в эти карты они просто резались в торог не хочу сказать дурака они резались в торог и в общем-то и все и на этом заканчивается и любовались этими картинками висящими на стене а может быть они знали значение не просто так это все изображено правда если есть какой-то определенный смысл если мы знаем что в мажорных арканах зашифрованы аллегории некие значения аллегорические смысловые и они уже были известны тогда я уж молчу о том что эти магические квадраты уже на тот момент уже прекрасно знали это все и те кто играют в шахматы они прекрасно понимают как вся эта математика выстраивается и почему на доске именно 64 клетки и какой смысл в том что эти клетки черные и белые что их 32 фигуры 32 то есть все пополам то есть там есть закономерность и шахматисты это прекрасно понимают они видят композицию на доске они ее видят по подмножествам по квадратам то есть фигуры на доске образуют они образуют некие композиции они видят отдельные сегментированные композиции на доске и улавливают общую картину как один сказал гроссмистер зачем вы сделали этот ход шахматы так красиво стояли на доске зачем вы сделали этот ход шахматы красиво стояли они образовывали некую композицию некую закономерность Которая образует какое-то количество ходов вперед, но невозможно постоянно двигать шахматы в голове Шахматисты запоминают композиции Мозг работает абсолютно по-другому То есть шахматный мозг работает вообще совершенно по-другому Поэтому тоже Таро, а почему мы не можем сказать, что Таро тоже работает примерно как-то так же Схожим образом включает какие-то определенные мыслительные процессы Как именно работает мозг, активирует какие-то специфические свойства, как обрабатывать информацию Поэтому можно на стене выкладывать какие-то диаграммы, которые понятны только тому, кто их выкладывает Это в свою очередь защита информации Подумайте, как защитить информацию? Если все планы записывать, их могут прочитать Но если они в виде диаграммы, только их, так скажем, хозяину, кто их выложил Известно, что он там думал Это некая мнемоническая схема Это некая матрица, где можно разбирать ситуационную Может поэтому и фигур-то так много Требовалось, чтобы их было столько Ну потому что, собственно говоря, участников там достаточное количество И зодиакальные соответствия, как кого запоминать, кто с кем и чего И вот они там перекладывали, возможно, с гвоздика на гвоздик эти карты Рассматривали эти комбинации, композиции, что-то выясняли То есть это как бы может действительно занять на какое-то время Если сейчас считается, что это совершенно глупое занятие Убивать время То в те времена, возможно, это было не глупым занятием Потому что нужно было как-то убивать время А чем его еще убивать вот там вот в 14 веке? Вот чем его еще убивать это время? Тем более, если тебе надоело Постоянно это светская тусовка с придворными всякими персонажами Ты хочешь уединиться А чем тебе заниматься там в уединении? Возможно, вот этим Возможно, каким-то структурным анализом Это какое-то вот мое такое видение Какое-то, можно сказать, что фантазия Вот я так фантазирую Представишь вот этого Какого-нибудь обладателя этой колоды Семейства Висконтия Сворца А может быть и дальше Эта же колода дошла до нас В каком количестве рук она побывала Сложно сказать вообще Была ли она отреставрирована в какой-то момент Была ли она дополнена Откуда мы можем знать, что вот она именно в том виде дошла Возможно, какие-то карты меняли А их наверняка меняли И вот эти вот дырочки у этих карт Что в какой момент они возникли Возможно, не Сворца это придумал делать Возможно, кто-то другой Столько веков эти карты Пока они до музея дошли Через сколько рук они там прошли Возможно, это была не единственная колода Потому что это только предположение Что ее сделали именно для Висконтии Сворца Потому что вот там о них это все Мы сейчас можем только предполагать Потому что количество этих исторических справок Оно очень небольшое И прямо вот опираться на какие-то конкретные там слухи О том, что слышали, мол, играют они в эти карты А, так вот оно что Вот оно что такое Они в карты там играют Ну, тогда понятно Ну, это слухи, что играют Потому что кто-то Там карты есть Да, зачем им карты? Они что, играют? Ну, видимо, играют Такое предположение Ну, видимо, играют Там второй, третий человек Которого слухи шли Говорит, ну да, они там в карты играют Я слышал Да, мы разговаривали Слышал, в карты играют В четвертом периоде Четвертый говорит Там играют в карты Он уже с уверенностью утверждает Пятому, так скажем, сплетнику Он говорит Да, там эти висконтиспортцы Они постоянно играют в карты Они только и занимаются Сам не видел, ничего не знает Но с уверенностью утверждает В карты они играют, там, разумеется Вот, а потом, когда вот эти картинки С дырочками дошли Говорит, ну, а что дырочки-то? На стену, наверное, вешали Любовались, наверное Ну, наверное, любовались Картинки-то красивые, да? Но повесил на стену И любуется А что он еще может предположить? Вот, поэтому, вот у меня такое предположение Вот я предполагаю Что, возможно, я бы проковырял тут дырочки Вот мне хочется взять дырокол Проковырять дырочки И надбивать гвоздей в стенку Во всяком случае, это очень здорово Вот так вот Все это на стене Сидишь, как говорится, обедаешь И смотришь Что у тебя там такое? Что это? Ага, пока ел осенило Надо перевешать вот эти, вот эти, вот эти Перевесил, смотришь, сидишь там, смотришь Может месяц провисят, может больше Какая разница? Вот они висят постоянно на виду Ну, вот она и медитация и есть Поэтому дырочки в этих картах Не такая уж и плохая мысль Во всяком случае, как бы Как настольная именно Как настольная практическая колода Что-то никто ее, наверное, не использует Я вот прям не видел, чтобы кто-то говорил, что ее можно использовать Во-первых, говорят, вот эти все мы поубираем Вот эти лишние Вот которые у меня по диагонали Мы их придворно убираем сразу Они нам не нужны Мы их не понимаем Ну, замечательно, не понимаем Ну, как говорится, кастрировали до привычных размеров Кастрировали потенцию до привычных размеров Хорошо Потом, значит, эти самые добродетели тоже убираем Зачем они тут? Вообще непонятно Кастрировали старшие арканы Хорошо То есть привели колоду к понимаемому соответствию К размерам К удобным, привычным размерам Прокрустовым методам И что дальше? И что дальше? Гадать на ней, что ли? А неудобно Неудобно Карты большие И самое-то смешное Я всегда над чем угораю Тут нет названий и цифр А-а-а, как ее используют? Тут ни названий, ни цифр нет Я уж не говорю про картинки Возьмет этакий Уэйтовец Вот эту шестерку чаши Говорит Да тут же ничего не нарисовано А что с ней делать-то С этими картами Тут ничего не нарисовано-то Ой-ой-ой-ой Все, нельзя использовать То есть все, вердикт поставлен Это для коллекционных целей Любоваться на эту колоду Ну а раз на нее только любоваться То, наверное, дырки продырявить В ней не грех Правда? Дыроколом Аккуратненькие такие дырочки И навешивать на стену Да? Ну а что бы нет-то? Раз она для красоты Вот такие вот соображения В общем-то Я еще зачем это все выложил Собственно говоря Чтобы вот зафиксировать Чтобы можно было Вот потом Пересмотреть видео Что я тут выложил Ну потому что не каждый день Можно вот так выкладывать На полу занимая Вообще все помещение Вот такой вот Таким полотном Не каждый день На стенке каждый день Вот в общем-то и все Поэтому Как я сказал Что здесь Можно найти еще Какое-то количество В этом соционе В этом отряде На Гваля Вот в этой выкладке Из 16 карт И вот уже Вот уже и 64 Кажется это разрослось Можно найти что-то еще Так вот и здесь тоже Количество открытых вопросов Осталось довольно большое И что здесь еще Можно найти? О! Вероятно что много всего Спасибо за внимание В общем-то Кому это интересно Кому интересны Такие какие-то Изыскания Которые Которыми никто Не занимается Я искал информацию Я искал Я хотел Чтобы кто-то Это уже сделал Но я не нашел Поэтому занимаюсь Этим сам Потому что Мне интересно Мне бы хотелось Увидеть Что кто-то Этим всем занимался Но я не нашел Потому что Мне это интересно А видимо Никому больше не интересно Кроме меня Поэтому Если вам вдруг Хоть чуть-чуть интересно Насколько можно Копнуть С этим совсем Дальше Глубже Как там говорят Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Да Ставьте лайк Подписывайтесь На канал И оставляйте Свои соображения В комментариях Спасибо За внимание Субтитры сделал DimaTorzok